Школа оснащена по последнему слову техники, мультимедийные проекты, компьютерные кабинеты и интерактивные доски. Вениамин Кондратьев отметил, что школа в Губернском – одна из десяти, которая была построена в прошлом году. Напомните, сколько школ у вас было построено за последние годы и как строительство сейчас осуществляется? Благодаря программе, как я смогла признать, за три года в Крае построено 26 лет. А до этого стоит 25 лет всего один. Преимущество нашей сегодняшней школы, где мы сейчас с вами находимся, она построена раньше, чем привлекающие микрорайоны начали сдавать эксплуатацию. Потому что это сегодня принципиально важно, чтобы школа не догоняла жизнь, а изначально шла передней жизнь. Это абсолютно правильно, но очевидно, что, конечно, нужно и микросредители сдавать, и дороги. Прошу вас обратить по этому внимание, включить в планы, чтобы все это максимально короткие сроки в рамках того строительства, которое в микрорайоне ведется, для ледового. Конечно, потому что сегодня, безусловно, то, о чем мы сейчас сказали, выполнено понимание того, что, если мы ее сегодня сделаем, она будет разбита в рамках этапа дальнейшего запуска. Но не затягивая, как только появится технологическая возможность, чтобы, конечно, дорогу не разбивали кранами, а вот как только технологическая возможность появится, нужно проводить инфраструктуру. Также губернатор края отметил, что при проектировании новых микрорайонов упор делается именно на создание социальной инфраструктуры. Еще в этом году начнется строительство школы-интерната для одаренных детей в Краснодаре и школы на 1100 мест в Амеретинской долине в Сочи.